Здравствуйте! Это Новости Дагестана. Я Фатима Абуталибова. И коротко о главных событиях на сегодня. Нарядить столицу. В Махачкале начали дизайнерски украшать парки и скверы. Поделиться опытом. Лучшие учителя страны примут участие в педагогическом форуме в Махачкале. Народные предания в современном оформлении. К чему привела художника любовь к комиксам и истории Дагестана? Расскажем далее. С наступлением весны в столице начались работы по озеленению и облагораживанию территорий. В обрезке деревьев, высадке декоративных растений и кустарников задействованы более сотни специалистов муниципального бюджетного учреждения Махачкала-1. Как и на каких улицах проходят работы, расскажет Лариана Шамхалаева. Работа-то нелегкая, но по своим желаниям работаем, чтобы радио красоту городу сделать, чтобы всем хорошо было, радовались, что кто в город приезжает. В ветреную погоду и под солнцем 15 рабочих начали капитальный ремонт зеленого островка на троллейбусном кольце. На всем проспекте Акушинского высадят 9 тысяч квадратных метров газона. По словам специалистов, наиболее густой получается газонная трава, если ее высаживать на почве, подготовленной по всем правилам. Будет производиться полностью реконструкция этого кольца. Будет снятие из лишнего грунта завод чернозема. Здесь будет очень много цветов, которых никогда не было. Здесь будут высажены казацкие можжевельники. Красиво. В общем, сделаем это все красиво. На улицах Магомед Тагирова, Гаджиева, Камаева посадят более трех тысяч роз. Еще сто тысяч соцветий только на Родобском бульваре будут радовать махачкалинцев, помимо царицы цветов. Очень будет высажено много цветов. Это цветов, значит, и петунии, агератумы, сальвии, колиусы, тагетисы. Махачкалинцы, не перечислишь. Они будут, конечно, все фигурно, красиво обделаны и сделаны. Все будет хорошо у нас. Вообще-то по городу, мы так решили, хотим, конечно. Будет где-то высажено около миллиона летников цветов. Если вам скажут, что в Махачкале видели фламинго и слонов, смело верьте, то пиаре и диковинных животных – сюрприз этого года для горожан и гостей столицы. Пройти мимо такого арт-объекта и не погладить – очень сложно. Выхлопший слоник. Нравится он, что ли? Да. Дети радуются. Спасибо, что немножко город относится с любовью. Так хочется любить наш город, потому что так было раньше здесь красиво. А сейчас прям вот такие радости, острова радость радуют очень. Много зелени, цветов. Для детей было бы лучше детям, если бы больше зелени, цветочков и деревьев было в парках. В Махачкале сажают ясень, платаны, метельчатые деревья и березы. Бывает, что озеленителям помогают и активисты. По их мнению, так уже к 9 мая город заиграет новыми красками. Ларьяна Шамхалаева, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ «Махачкала». Депутаты города установили для граждан пожилого возраста и инвалидов тренажер. Он позволит заниматься спортом людям с ограниченными возможностями и с интересом проводить свое свободное время. В настоящее время в Махачкале проживает около 69 тысяч инвалидов. Из них более 11 тысяч – дети. По словам депутатов горсобрания, они оказывают всяческую поддержку гражданам данной категории, не оставляя без внимания проблемы, с которыми им приходится сталкиваться. Силами депутатов собрания по обращению жителей в городе установлено несколько пандусов. Он позволит заниматься спортом людям с ограниченными возможностями здоровья, с интересом проводить свободное время. Депутаты городского собрания и впредь намерены сделать все возможное для маломобильной категории граждан. Энрик Муслимов посетил школу-интернат для детей-сирот. Встреча прошла в рамках акции по патриотическому воспитанию молодежи «Никто не забыт, ничто не забыто». Обращаясь к детям, министр по национальной политике призвал их больше внимания уделять изучению истории родной страны и своей малой родины – Дагестана. Он напомнил о героическом подвиге советских солдат в Великую Отечественную войну. Не зная историю, невозможно двигаться вперед. Хочу вам пожелать здоровья, хорошей учебы. Директор школы-интерната Малик Гаджи, в свою очередь, выразил благодарность организаторам за внимание к детям. Затем в стенах интерната началось торжественное возложение цветов к вечному огню у мемориала «Воина-освободителя». Кроме того, для воспитанников интерната организовали концерт и вручили продовольственные наборы. В это воскресенье стартует педагогический форум. Лучшие учителя страны победители всероссийских конкурсов проведут для дагестанских педагогов тренинги и мастер-классы. Подробнее в сюжете Хамзана Румагомедова. Всероссийский форум анонсировали на площадке «Рия Дагестан». В рамках пресс-конференции организаторы рассказали о программе форума. Он пройдет под названием «Учителя года России в Махачкале». Мероприятия этого саммита, по их словам, позволят повысить качество образования. И вот это мероприятие, оно, конечно, направлено прежде всего на обучение учителей, и в основном молодых учителей. Мы рассчитываем на то, что мастерство приглашенных учителей года действительно будет таким очень полезным, самообразовательным для наших педагогов. И они дадут вот такой свежий импульс, такую струю в мастерство наших учителей. Площадка послам организаторов соберет более 300 учителей. В качестве спикера выступят победители и призеры всероссийских и региональных этапов конкурса «Учитель года». Их будет около 30 человек из 14 регионов страны. Мы ожидаем, что каждый из педагогов покажет свои наработки, даст свой методический прием, который будет мультиплицироваться на все предметные области. То есть учитель года – это тот человек, который не только знает свой предмет, но и может научить владением, мастерским владением, теми или иными механизмами, инструментами всех остальных педагогов. Да, мы готовим очень много интересных новшеств. На базе онлайн-школы Дом знаний пройдет первый день форума. Официальное открытие – второй день в общеобразовательной школе номер 59. Сегодня мы можем смело говорить о том, что ВСКФО – это такая точка, из которой идет трансляция педагогического контента на весь Северно-Кавказ, на всю Россию. И впервые, наверное, в истории, по крайней мере, нашего региона, такое количество учителей года собирается на одной площадке. Поучаствовать в форуме можно будет и подключившись онлайн из любой точки страны. Бетонная конструкция возле канала Октябрьской революции демонтирована. Отметим, что возводимый объект накануне вызвал массу недовольств среди местных жителей, которые решили, что на месте строится автомойка. На факт незаконной заливки фундамента сразу же отреагировала мэрия Махачкалы. Выяснилось, что местный житель, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны специалистов отдела по вопросам координации капитального строительства, произвел противоправные действия. По словам мужчины, конструкция предназначалась для мытья ковров. В отношении владельца будут применены меры административного реагирования. Россельхознадзор Дагестана ищет в теплицах опасных вредителей. На сегодняшний день обследовано более 350 гектаров в Махачкале, а также в различных районах республики. С начала года в рамках мониторинга было использовано 450 ловушек. Специалисты отмечают, что равнинная зона Дагестана является благоприятной для развития вредителей. Уявление томатной моли. В принципе, ловушка такова. Есть специальный диспенсер с феромоном. Срок действия для диспенсера 30-35 дней. Ловушка после выставления диспенсер помешается. Идет на запах диспенсера с феромоном. После чего они прилипают к липкой поверхности и погибают. С момента первой вспышки коронавируса в республике было зафиксировано свыше 30 тысяч случаев заражения. В настоящее время в больницах и на дому от COVID-19 лечатся сотни людей. В данный момент, правда, наблюдается спад. Однако, по словам специалистов, для полной победы над инфекцией необходимым условием является вакцинация. Выработать популяционный иммунитет возможно лишь посредством прививки. Мы, конечно, призываем к тому, чтобы эта вакцинация была. Уже два месяца идет прививочная кампания. Мы не получили еще от тех, кто привился, что они заболели с осложнениями. Но мы уже получили пациентов, которые повторно заболевают. И даже в некоторых случаях за год мы получили третий раз, кто заболел. Художник Магомед Сагидаев создал графический эпос про легендарную воительницу Парту Патимат. Работа вышла в формате комикса небольшим тиражом, всего тысяча экземпляров. Их автор выпустил в местном издательстве за свои деньги. О творческом пути Магомед поделился с моими коллегами. Человек-паук и Бэтмен известны всем персонажи комиксов. Однако в Дагестане есть свои герои. Магомед Сагидаев решил рассказать об одном из таких – Парту Патиме. Наша педагог Лилия Гасана Джамалдин активно нас старалась развивать во всех сферах. То есть именно когда начала нас преподавать, мы начали активно посещать выставки. Она старалась, чтобы мы развивались не только в рамках учебной программы, но и как интеллигентные творческие люди. И вот тогда я писал как раз работу по Парту Патиме и создал первую иллюстрацию. Согласно народным преданиям, она возглавила ополчение против завоевателя Тамерлана. По словам Магомеда, его вдохновил героический поступок воительницы. Люди, которые сейчас живут в горах, а я уверен, что в былые времена еще больше, они уже как бы заслуживают каждое звание героя, потому что в горах жизнь очень трудная. И сейчас, и раньше, наверное, еще труднее было. Но именно вот этот контраст, что вроде женщина-горянка, которая поднимается на защиту своей родной земли, видимо, он меня привлек. Изначально художник планировал сделать комикс цветным, но увидев черно-белый вариант, понял, что так лучше. Оставил лишь яркую обложку, чтобы привлекало внимание. Всю работу Магомед Сагидаев сделал за один месяц. Это первый опыт, и делал я его как-то не по советам, которые были представлены в книгах, которые у меня есть в большом количестве, а просто я рисовал такие отдельные инвестрации, думал, что в дальнейшем можно будет как-то их скомпоновать и получить что-то дельное. Ну, первый опыт, он всегда трудный, поэтому легче всего было нарисовать. Вот это мне доставляло удовольствие, то есть я так работал на износ. Магомед учился на юриста, но долго работать по специальности не смог. Хотелось заниматься именно тем, что приносит удовольствие. Просто вот это вот чувство, что не своим делом занимаешься, просто я когда учился, видел людей, которые занимаются юриспруденцией, и для них юриспруденция вот как для меня рисование, то есть они от этого кайфуют, они готовы там глотать эти книги буквально и получать удовольствие. Жанр графического романа новый для Дагестана, однако он уже заинтересовал разную аудиторию. В дальнейшем Магомед планирует перевести формат комиксов и другие народные эпосы, но какие именно он пока не решил. Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Пятеро дагестанцев завтра выступят на турнире Лиги ACA 120 в Санкт-Петербурге. Бойцовский вечер возглавит титульный бой с участием Магомеда Расула Хазбулаева. Ученик Абдулманапа Нурмагомедова в поединке за вакантный пояс в полулегком весе встретится с экс-чемпионом Филиппе Фройсом. Бой с крепким бразильцем для опытнейшего Хазбулаева станет 41-м в профессиональной карьере. К очному поединку оба спортсмена подходят на серии из четырех побед. Помимо этого, в основном карде свои очередные бои в Лиге проведут Рашид Магомедов и Салим Гирей Расулов. Также победные серии постараются продлить Ислам Амаров и Муслим Магомедов. Начало турнира запланировано на 17 часов. Ночью главные бои будет транслировать телеканал Матч ТВ. Это были все новости на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч.